Всем привет, в этом видео я хочу поделиться своим опытом, нахождением в ППС на седьмом сервере проекта Амазинг Онлайн. Если тебя заинтересовало, ты хочешь начать играть вместе со мной, то переходи по первой ссылке в описании, качай и устанавливай в лаунчер, выбирай любой сервер и нажимай на кнопку начать играть. Во время регистрации указывай промокод, который ты видишь на экране, он также продублирован в описании, но если ты пропустил это окно, то открывай чат и введи команду сэшпрома. Работает она до четвертого уровня и ты здесь также можешь ввести этот промокод. Он работает на абсолютно любом сервере, но если ты еще начал играть на желтом, сером или черном сервере, то напиши мне вконтакте и я накину еще от себя немного вирт. А сам промокод даст тебе на старте виртуальную валюту, которую ты сможешь потратить на покупку автомобиля и квартиры. Мой путь начался недавно, а именно 18 октября, в тот день я решил поэкспериментировать с контентом и исполнил что-то своей лидерки и я снимал ролик про гос, который собрал хорошую активность, но и так как я стремлю каждый день, я думал, что это будет очень хорошей идеей. В мои планы входило вступить в ППС, получить звание прапорщика для того, чтобы было открыть весь функционал организации, вступить в подразделение АУР или ОСН и записывать все происходящее. Но планам не суждено было сбыться, так как на своем пути я встретил его. Слышал, сержант полиции, нарушайте. Знакомьтесь, оперуполномоченный ФСБ, под номером аккаунта 7817, АК Александр Лиман, именно с двумя Н, ну или же дядя, выдавливающий голос в игре для большего самоутверждения среди других обычных печенек, состоящих в ППС или же ДПС. Запомните его, ведь это по факту является героем этого видео. Сразу скажу, что я не испытываю какой-то личной неприязни или какой-то обиды ни как одному из игроков проекта Амазинг РП. Просто в очередной раз убеждаюсь о несправедливом отношении, зависти и прочем вещам, которые находятся в головах таких персонажей. Именно этот ролик должен стать ответом для всех тех, кто задает мне вопрос, почему я выступаю в роли криминального игрока, который всегда топит за криминальную сферу и объективно судит гостников. Мне будет очень приятно, если на этом видео мы соберем максимальную активность, взамен на это я хочу разыграть целых 5 миллионов вирт на 05 или 07 сервере Амазинг РП. Для участия тебе нужно всего лишь подписаться на этот канал, поставить лайк по этому ролику и написать любой комментарий от 4 слов. Вернемся к 18 октября, я пришел на собеседование и успешно прошел его. Меня быстро принимают и я сразу же запускаю стрим, где показываю, как я продвигаюсь в данной организации. Критерии для повышения очень сильно отличаются от сервера сервера, поэтому здесь у меня занял этот процесс намного больше времени. Для повышения средового на младшего сержанта мне нужно Прослушать лекцию на тему законодательства РФ и иные нормативно-правовые акты. Лекцию на тему действия во время задержания. Лекция на тему применения физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств. Пройти практику на тему задержания и сдать базовый экзамен на знание нормативно-правовых актов. Благодаря своим зрителям и Саше Фирстову я выполняю все эти критерии и через час получаю свои погоны. Далее я отправился выполнять следующие критерии для получения нового звания. Для получения новых погон мне требовалось. Находиться на посту Ю1 на протяжении 20 минут, докладывая каждые 10 минут в рацию. Находиться на посту Ю2 на протяжении 20 минут. Провести пешие патрулирования по городу Южному в течении 10 минут, докладывая при этом 5 минут в рацию. Прослушать лекцию на тему уголовного кодекса РФ. Ну и пройти тестирование на знание этого же уголовного кодекса РФ. После выполнения всех критериев и поданного рапорта на форум я ждал КД целых 2 дня. Для того, чтобы меня смогли повысить, ну и за эти 2 дня я провел 2 стрима с общим количеством времени 12 часов. Я показал каждому зрителю, как нелегко себя чувствуют обычные игроки, которые приходят в Коску и пытаются своим трудом что-то сделать. Они стараются, выполняют свои обязанности, ведут себя адекватно, но из-за маленького ранга и КД в 2 дня, между повышениями, они переживают полнейший ад. Начиная от обычной безысходности в плане задержания преступника, а именно я говорю про запрет использования команд Slash Deject, Slash Chase и так далее. Заканчивая оскорблениями и унижениями от игроков, сотрудников ФСБ, ну и старшего состава, не в зависимости от организации, где вы будете находиться. Это если говорить кратко, если бы я полностью выкладывал свои мысли и эмоции насчет этой темы, то ролик вышел бы на десятки минут. Находясь в госорганизации, на разных серверах я увидел множество ситуаций, которые подтверждают мои слова, и сегодняшний день, а именно 20 октября не стал исключением. День начался в 7 утра, я решил зайти без стрима, покататься по списку, ну и так как я нахожусь за аниматшего сержанта, мне недоступен следующий функционал, а именно Slash Chase, Slash Deject, объявление в розыск и передача задержанных в изолятор временного содержания. А из-за амуниции мне доступен только бренежилет, дубинка, электрошокер и вал. Кто давно следит за мной, то знает, что я не застал обновления, когда добавили новое оружие, и я привык играть с ТТ и СВД ПСО. Да и новые игроки, которые сталкивались с новыми оружиями, согласятся со мной, что намного комфортнее файтиться, используя пистолет ТТ и СВД ПСО, чем вал, револьвер и так далее. Ситуация была следующая, я взял ТТ и личный автомобиль, вот такой вот кибертрак, на фулл тюнинге, для того, чтобы я мог комфортнее передвигаться за преступниками. Успел я отыграть так 2 часа, за которые мы заруинили около 5 ограб, нейтрализовали около 10 преступников, задержали и передали ВВС с помощью напарников с высоким званием 7 человек, и в 3 человека организовали штурм особняка, которым владеет семья Ангел Винкс. За это время я также успел откачать несколько раз оперативников ФСБ, за что некоторые оперативники были благодарны и удивлены, что 2 человека из ППС, находясь в звании у младшего сержанта, по факту делают всю работу за всех. Забыл упомянуть своего напарника, скандалика Бигбоссова, он также много лет провел в криминальной сфере, но решил попробовать себя в роли сотрудника ППС, его воле заношение ТТ и выполнение фракционных обязанностей на личном транспорте. Проходит час после его увольнения, я прихожу с магазина, захожу в игру и вижу, что в компьютерном клубе проходит системное мероприятие командной Б плюс С. Я решил отыграть это мероприятие для получения кейса, смотрите что было дальше. Тные мастер. Сорудеть и 5. 60. Наху, опять я первое место занял и поддамагу первое место. Ай, ебать, я могу сейчас занять. Здравствуйте. А, античит мне кикнул? У меня кикает античит, и из-за преследований я появился в КПЗ. Но в конечном итоге он решил меня отчитать и уволить. Если бы ты с долгого времени приехал в область, ты бы приехал без формы. Ты был в форме. Ты участвовал там в мероприятии каком-то. Верно? Верно, участвовал. Ну вот. Следовательно, что это? Это прогул рабочего дня. Ну то есть вы не хотите, да, меня выслушать насчет использования ТТ личного транспорта? Вообще, то есть вам без разницы, правильно? Можете сказать. Но, скорее всего, это ничего не изменит. А, ну все, тогда хорошо, увольняйте тогда. Я не отрицаю, что использовал личный транспорт и запрещенное оружие для своего звания. Но все же я делал это на благо организации. Я не катался и не расстреливал игроков, которые находились в розыске. Я просто хорошо выполнял свою работу, используя личный транспорт и удобное для себя оружие, за что я был уволен. Надеюсь, что этот ролик пойдет кому-то на пользу. И, исходя из всей информации, которая была в этом видео, вы сделаете свой вывод. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. Все комментарии читаю и отвечаю. Никого не хотел обидеть, задеть или унизить этим видеороликом. Все вышесказанное является личным моим мнением, которое вы можете оспорить, приведя аргументы. Всем спасибо за этот просмотр. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok